Российский летчик Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам тюрьмы по обвинению в попытке контрабанды наркотиков, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию и способствовать его передаче России. В эти минуты в российском консульстве адвокат Ярошенко проводит консультации с дипломатами. По словам юриста, состояние здоровья его клиента вызывает серьезные опасения. Елена Мечерякова следит за развитием ситуации. Лена, добрый день, ждем подробностей. Роман, дело летчика Константина Ярошенко это давняя заноза в дипломатических отношениях США и России, о которой просто пресса забыла на фоне Олимпиад, гейскандалов, Сноуденов, запретов на усыновление российских сирот и так далее. И вот сегодня это более напомнило о себе, русскому заключенному американской тюрьмы стало плохо и похоже это уже не первый раз. Но давайте сначала вернемся в август 2011 года, когда впервые в истории американский суд вынес приговор российскому гражданину. После этого последовало еще более громкое дело Виктора Бута, если вы помните. Так вот мы в тот август дежурили у дверей федерального суда в Нью-Йорке, вот как это было. В тот день шел дождь и слезы матери были малозаметны. Продав хрущевку в Ростове, Любовь Ярошенко перелетела через океан в последний раз повидать сына, хотя бы на скамье подсудимых. С тех пор денег в семье на американские свидания не предвидится. Костя невиновен и не может признать своей вины. Он не участвовал даже по той причине, что он невиновен. Для того, чтобы оплатить работу адвокатов, я продала жилье. Что такое в России продать квартиру? Подсудимый, между прочим, арестованный на территории третьей страны Либерии и позже этапированный в США, свою вину тогда не признал, но вердикт суда был жестким. 20 лет лишения свободы в Америке за преступное намерение транспортировки пяти тонн кокаина из Латинской Америки в Африку. Ярошенко, который с 2004 года не сидел за штурвалом, под запись спецслужб согласился осмотреть грузовой самолет. Свидетелями приговора стала семья Ярошенко в полном составе. Мать, дочь, жена. Мне кажется, что здесь никакой уже апелляция не поможет. Здесь только поможет Россия, которая его заберет отсюда. И потом уже мы будем разбираться, кто прав, а кто виноват. С тех пор прошло больше двух лет. Исчерпаны все апелляционные возможности и, похоже, все душевные физические силы первого американского заключенного из России. Тогда, два с половиной года назад, и мне, и собравшимся у суда журналистам, казалось, что призыв передать Ярошенко из американской тюрьмы в Российскую, это всего лишь крик души отчаявшейся женщины. Но на самом деле правовые механизмы такой передачи существуют. И именно их пытается задействовать сегодня адвокат Константина Ярошенко. Мы связались с ним по телефону. Что касается правовых механизмов передачи Константина в Россию, таковые механизмы существуют. И главный из них это Конвенция Совета Европы о передаче заключенных. Константин был запрошен российским правительством и, в частности, Минюстом России по этой конвенции. Соединенные Штаты несколько недель назад ответили отказом в его переводе и в формулировке указали, что в следующий раз Константина можно будет запросить только через два года, если в его деле не появятся какие-то новые обстоятельства. Так вот, мы считаем, что усугубление его здоровья, это, конечно же, является новым обстоятельством, которое не учитывалось до этого. По словам адвоката, его подзащитный сейчас находится в прединфарктном состоянии. И любой из 11 сокамерников Константина Ярошенко может подтвердить, что у него периодически бывают трудности с дыханием. Сам Алексей Тарасов был у него буквально вчера, и вот что он нам рассказал. Он болен, на мой взгляд. У него было красное лицо, он кашлял, дал паузу в ходе разговора, чтобы отдышаться и нормализовывать свое дыхание. У него масса, на самом деле, хронических заболеваний, а также большие проблемы со здоровьем, которые стали следствием пыток, перенесенных им в Либерии. Администрация тюрьмы Форт-Дикс, это самая большая тюрьма в Америке, наконец согласилась провести ультразвуковое обследование русского заключенного. Сейчас, в эти минуты, он должен находиться в тюремном госпитале, но, как заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров, этого явно недостаточно. Мы настаиваем на том, чтобы наряду с тюремным врачом его посетили врачи российских загранучреждений в Соединенных Штатах Америки. Если не дело, то письмо Константина Ярошенко должно дойти до президента России Владимира Путина, а там, может быть, даже до Барака Обамы. Алексей Тарасов, адвокат, сейчас находится в российском консульстве. Как раз с этой целью передать послание от заключенного Ярошенко. Текст вот такой. Очень прошу вас обратиться к американской стороне и лично к президенту США Бараку Обаме с просьбой о моей скорейшей передаче на родину. В России у меня есть жена, дочь и 73-летняя мать, которых я не видел долгие годы и хочу увидеть хотя бы еще один раз. Я не хочу умирать в американской тюрьме. Вот такие слова, Роман. Елена, благодарю вас. Будем следить за развитием этой истории. Елена Мещерякова об обращении Константина Ярошенко к Владимиру Путину. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова